Добрый вечер! В эфире Вести Ульяновск, студия Владислав Людковский. Смотрите наши выпуски. Луговое станет образцовым поселком. В следующем году у нас будет разбит парк. Это будет место отдыха для жителей. В поселок приехал глава региона, о чем говорили люди с губернатором. Расскажем в выпуске. Лохматые спортсмены тоже волнуются. Если собака тебя не слушает, это будет бесполезно. Ты ей будешь говорить, допустим, команду направо, а она тебя не будет слушать. В Старомайнском районе прошли осенние гонки на собачьих упряжках. Машина загорелась, но люди не пострадали. Самое запоминающее, самое зрелищное, конечно, это участие детей, участие подростков. В Индинском районе дети и взрослые боролись с непростой трассой за звание лучшего гонщика. Если объединить усилия властей и местных жителей, можно преобразить любой населенный пункт. Хороший пример – село Луговое. Несколько месяцев назад там появился ТОС. Активисты совместно с администрацией железнодорожного района взялись за благоустройство села. Первым нашим таким большим звездным делом получилась уборка свалки Яда Хомикапов на территории агропрома Боротаевка. В дальнейшем, по ее окончании, мы убрали еще пару несанкционированных свалок мусора. Добились, что нам поставили остановки, павильон остановочный. Мы стоим с вами на новом тротуаре. С насущными вопросами справились быстро. Впрочем, на этом работа не заканчивается. Теперь местные жители хотят сделать в Луговом место общественного отдыха. В следующем году у нас будет разбит парк. Это будет место отдыха для жителей. План уже утвержден с администрацией. Мне кажется, жители этого очень ждут. Вы посмотрите, у нас практически вышел каждый член села. Причем место для будущего парка выбрали символичное. Здесь находится памятник герою Советского Союза Михаилу Хваткову. Он родился и вырос в Луговом, ходил в школу, напротив которой и расположится сквер. Мы должны создать великолепный парк, в котором мы могли бы разместить музей под открытым небом, историю нашего замечательного села. Слава Богу, у него действительно история более чем замечательная. Мы должны договориться с вами о том, чтобы уйти от этого сельского не очень комфортного уклада. У нас должно быть современное уличное освещение, у нас должны быть тротуары, у нас должны быть, если хотите, велопешеходные дорожки. Кроме того, как отметил губернатор, в селе необходимо создать учреждение культуры. Также внимание нужно уделить и озеленению территорий. Местные жители инициативу по благоустройству готовы взять в свои руки. Доброй традицией сельчан стало регулярное проведение субботников. Зеленый островок или филиал городской свалки. Жители верхней террасы с улицы 40-летия Октября никак не могут определить, что находится перед их окнами. Уже много лет в различных инстанциях им поясняют, эта территория ни за кем не закреплена, поэтому находится в захламленном состоянии. Как в серой зоне приобрести статус сквера, об этом в следующем репортаже. Этот зеленый уголок мог бы стать еще одной жемчужиной верхней террасы. Но местные жители, проводя экскурсию, показывают достопримечательности, которые не вызывают положительных эмоций. Пустые стеклянные пузырьки, пластиковые бутылки, содержимое мусорных урн из торговых точек. Все это лежит на земле, ибо пит человек губит свою планету. Территория очень захламлена, как вы сами видите, все в бутылках, в склянках, в пакетах. Скорее всего, это происходит из-за рядом расположенных торговых сетей. Соответственно, все это распитие происходит здесь же, на этой территории. С детьми пройти невозможно, самим тоже. Мы для того, чтобы пройти куда-то поблизости, необходимо делать большой крюк, чтобы не ходить. Потому что здесь постоянные бомжи, наркоманы, то спят, то гуляют, то что-то делают. Собаки постоянные, да, то есть отходы вот эти все собирают. Поэтому здесь ходить страшно. Обвинить местных жителей в равнодушии и бездействии не поворачивается язык. На субботники они выходят регулярно, так же, как и звонят и пишут в администрацию. Ну мы тоже своим силам сколько можем убрать. Ну, все-то мы не сможем, конечно, сделать. Ну, возле дома там 10-15 метров, а тут расстояние 100-150 метров. Мы это не сможем своими силами сделать. А во-вторых, мусор-то куда девать? Здесь заправка рядом, здесь бомжи. Вот эти вот сухие ветки горят. Мы же в прошлом году шесть раз вызывали МЧС. Понимаете, мы живем на пороховой бочке. Неужели нужно обязательно, чтобы произошел какой-то страшный случай, чтобы кто-то зашевелился? А несчастные случаи уже были. Это летняя резиденция людей без определенного места жительства. С наступлением холодов они перебираются в тепловые люки. Из них-то и доставали трупы. Хотим, чтобы эту территорию как бы возвели статус сквера, если это возможно. И благоустроили, прорезали деревья, чтобы был просвет, чтобы можно было ходить спокойно, не бояться. За решением вопросов, поставленных жителями верхней террасы, мы обратились в городскую думу и администрацию Заволжского района. Через два дня в зеленый уголок, заваленный мусором, нагрянули уборочные бригады. Минный лист, соответственно, порядок. В перспективе с участием депутата Петра Капитоновича Толярова мы будем рассматривать для включения данную территорию в сквер народный. Как будет выглядеть будущий сквер и когда зеленой зоне придадут этот статус? Глава Заволжья обещал обсудить с местными жителями. Мы будем следить за развитием этой истории. Васса Рассадина, Дмитрий Емельянов, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. Два брата обвиняются в незаконном культивировании конопли и применении насилия в отношении представителя власти. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего и 27-летнего жителей Ульяновска. Установлено, что они с 2014 по февраль 2019 года в доме СНТ Свияга, а также в поселке Мокрый Куст Ульяновского района выращивали коноплю. При задержании у них было изъято наркотическое средство общей массой более 260 грамм, которые они приготовили для сбыта. В ходе обыска в доме также были изъяты растения конопли массой 7 килограмм, карабин сайга, охотничье ружье, газовый пистолет и три огнестрельных оружия ограниченного поражения. При задержании один из обвиняемых выстрелил из травматического оружия в сотрудника полиции, попав в голову и спину. Уголовное дело в отношении их сообщника, который помогал выращивать наркотические растения, сейчас рассматривается. Обвиняемые по ходатайству следователя находятся под стражей. Материалы расследования передадут в прокуратуру и затем в суд. В Ульяновске сегодня стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагогический дебют». В этом году выявлять сильнейших начинающих педагогов будут уже в юбилейный десятый раз. За право называться лучшим в гуманной профессии поборются 57 учителей школ областной столицы. Это педагоги со стажем преподавания до трех лет. Конкурс действительно дает очень большие возможности и победителю, и участнику, потому что конкурс – это, прежде всего, общение. Это получение опыта, обмен опыта между педагогами, между руководителем. Тем более в этом году у нас в конкурсе принимают участие и наставники, и молодые руководители. Конечно, у них будет возможность более плотно пообщаться и почерпнуть друг у друга знания. Сегодня, в день открытия, конкурсантам предстоит рассказать о себе в первом конкурсе визитные карточки. Всего же победители муниципального этапа будут выбирать по шести номинациям. Ну, во-первых, это проверить себя. Достаточно я компетентен в этой профессии, чтобы, опять же, проверить свои способности и, естественно, соревновательный момент тоже присутствовать. Имена лучших дебютантов станут известны 21 октября. После этого им предстоит подтвердить свое звание на областном этапе. Без снега, но с драйвом на собачьих упряжках. Драйленд или летние заезды – совсем новый вид спорта. Но лесная дистанция в Старомайнском районе привлекла почти две сотни любителей активного отдыха из разных городов. С лохматыми напарниками ее прошли даже годовалые малыши. Подробности у Кристины Агафоновой. Сами участники называют этот спорт вежливым. Кричать на собак нельзя, применять физическую силу тем более. Все собаки бегут добровольно. Их нельзя заставить, нету какого-то хлыста и все. Только добрая воля. Соответственно, заставить их быстро, можно только в тренировке и только в хорошем отношении. Что-то он сам хочет, он довольно-таки спешит с дистанцией. То есть для них, когда они бегут, это выбросы дайналины. Это собак все для зимы. Конечно, минус 30 они чувствуют себя лучше, чем плюс 10. Сейчас там жарко всем. По сезону и транспорт подобрали. Драйленд – гонки буквально по сухой земле. А потому четвероногие потянули к финишу не привычные нарты, а громоздкие карты. За ними на лесную дистанцию выкатили более знакомые велосипеды и даже самокаты. Красота породы в зачет не идет. Зато учитывают характер. Кто здесь главный, сразу и не поймешь. Стресс, волнение. И вот уже участник решил сменить маршрут. Если собака тебя не слушает, это будет бесполезно. Ты ей будешь говорить, допустим, команду направо, а она тебя не будет слушать. Знаю, нравится выигрывать, побеждать, бегать с собаками. А эти спортсмены еще и ходить уверенно не научились, зато точно знают, как поладить с лохматыми напарниками. Вспомнилось один месяц, она уже ездила с нами в ценовании. Вперед, 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 побежали быстрее. Сейчас Злате почти два года. На сокращенной дистанции ее поддерживают родители. Впрочем, и для ее соперников увлеченные родные тоже стали проводниками в большой спорт. Маме с папой очень понравилась эта порода. Они очень любили больших собак и решили завести Сэма. И потом они узнали про этот спорт, и мы начали потихоньку заниматься. И сейчас мы уже выигрываем большие победы. Гонки, они в основном еще и семейные, потому что здоровый образ жизни, любовь к природе, любовь к животным, это все нас объединяет, и нас все становится все больше и больше. В этот раз это почти 200 любителей активного отдыха из 27 городов. Большинство из них вернутся сюда совсем скоро, уже на зимний этап гонок. Кристина Агафонова и Сергей Свешников. Вести Ульяновск. Из Старомаинского района. В Индию прошли межрегиональные соревнования по любительскому автокроссу памяти Алексея Рогачева. Турнир проводится каждый год, и в этот раз участников порадовали сразу несколько обновлений. Обо всем по порядку следующий материал. Матерые «Жигули» еле выбираются из грязи, но в итоге именно они представляют больший пласт участников соревнований. Всеми любимые «Багги» едут бодрее. Ревут громче, аплодисментов срывают еще больше, да и брызги из-под колес этих монстров разлетаются дальше. Среди пилотов «Багги» двое инзенцев – Владимир Соболев и Алексей Петрюков. Участников в этом году вообще больше иногородних. География соревнований заметно расширилась. В автокроссе смогли погонять спортсмены из нескольких регионов Приволжского федерального округа. Более того, среди них юные леди. Я смотрела, как гоняют пилоты. Удивление вызывает возраст пилотов. Побороться за звание лучшего в этом году имели возможность дети и юниоры. В классе «Мини-Багги» первое место занял единственный участник этого заезда, которому, однако же, исполнилось 6 лет. Самое запоминающее, самое зрелищное, конечно, это участие детей, участие подростков. Вот именно это дает какое-то, ну скажем так, ощущение того, что автокросс и автогонки, они имеют будущее. Соревнования прошли на достаточном уровне. Организация, очень достойная организация соревнований во всех отношениях, технические службы и судейские службы. В классе «Багги» победителем стал отец юного гонщика Сергей Аниски. На второе и третье место заняли инзенцы Владимир Соболев и Алексей Петрюков. Для безопасности гостей и участников рядом дежурили медики и пожарные. После одного из заездов помощь огнеборцев пригодилась. Авто не выдержало и загорелось, но обошлось без жертв. Соревнования завершились традиционной церемонией награждения победителей и призеров. Ксения Грищенко, Вести Ульяновск, из Инзенского района. У меня на этом все. До встречи. 2019 год в России объявлен Годом театра. Проект «Театральное приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Видео-версии спектаклей победителей регионального этапа представлены на сайте театральноеприволжье.рф. Проголосовать за лучшую театральную постановку можно в ноябре по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. В ближайшие сутки атмосферное давление будет падать. Температура воздуха ночью по области от 5 до 10 градусов. В Ульяновске 6-8. Завтра днем по области от 12 до 17. В Ульяновске от 13 до 15 градусов. Редактор субтитров А.Семкин